Даже дождь вас не испугал? Кепки, перчатки, лопаты. Утро субботы началось бодро. День России. Самые активные жители Одинцовского округа встретили на Лазутинке. Пикник предполагался, но только в финале. Сначала нужно поработать. Первым делом посадить липы. Сначала утопчем, потом шейку раскроем, чтобы шел воздух, чтобы корень был наружу. Еще его выровнять надо, чтобы стоял хорошо. Денис Майданов по-хозяйски управляется саженцем. Делать мир зеленее ему приходилось и раньше. Работы завершены, можно украсить деревца к празднику. Конечно, с наилучшими пожеланиями. Чтобы Россия развивалась наша. Чтобы воздуха было много. Зелени, красоты. Детей. Либо посажены. Нужно переходить к очистке леса. Как учил знаменитый литературный герой. Бабабы на Лазутинке не растут, а вот валежника достаточно. Поваленное дерево нужно сначала распилить, потом убрать. Кстати, бревна не исчезнут бесследно, пойдут на дело. Чтобы потом, в том числе, этот биоматериал можно было бы использовать для лавочек, для переработки в щепу. Потом мы пересыпаем ее на дорожки, делаем такие элементы благоустройства. На Лазутинке наводят порядок депутаты, участники клуба «Активное долголетие», юнормейцы и волонтеры. Работа нашлась для всех. По силам и по душе. Поносить бревна, убрать палки. В общем, все, чтобы лесу было комфортно отдышать. Россия – наш дом. И обязанность каждого приличного хозяина – наводить в нем порядок. И сегодня чем мы занимаемся? Сегодня мы посадили замечательные липы. Убираем валежник в лесу. Мы посадили липовую аллею. Убираем вот здесь старые деревья, которые мешают даже проходить нашим жителям. Поэтому, вы знаете, очень много еще нужно сделать в нашем парке, чтобы нам было комфортно, удобно. Но самое главное, здесь, конечно, прекрасная атмосфера. Такое спортивное, намоленное место. После работ нужно восстановить силы. Участники субботника подкрепились пловом и обменялись поздравлениями с праздником, который и собрал их на Лазутинке. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.